Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня у нас беседа «Опасные грани жизни и пути их преодоления». Мы будем говорить об опасности экстремизма, о толерантном отношении друг к другу. Как прекрасен этот мир! Голубое небо и яркое солнце, цветущие деревья и зеленая трава, поющие птицы и порхающие бабочки, радость, любовь, улыбка, беззаботный смех. Как хрупок этот мир! В считанные минуты счастье может обернуться бедой, смех превратится в слезы, а чистое небо скрыться за облаком серой пыли. Если принятые в нормальном обществе ценности, справедливости и чести подменяются идеями насилия и экстремизма. Экстремизм – это сложная и неоднородная форма выражения ненависти и вражды. Различают следующие виды экстремизма – политический, национальный, религиозный. Национальный экстремизм выступает под лозунгами защиты своего народа, его экономических интересов, культурных ценностей, как правило, в ущерб представителей других национальностей, проживающих на этой же территории. Под религиозным экстремизмом понимают нетерпимость по отношению к инакомыслящим представителям той же или другой религии. Последние годы обострилась проблема исламского экстремизма. Политический экстремизм – это движение или течение против существующего конституционного строя. Крайним проявлением экстремизма является терроризм. Слово «терроризм» пришло из латинского языка – страх, ужас. И очень близко к таким понятиям, как терроризировать, держать повиновение, запугивать. Террористические акты приносят массовые человеческие жертвы, разрушают материальные и духовные ценности, не поддающиеся восстановлению, сеют вражду между государствами и народами, провоцируют войны. Терроризм может превратить в жертву все общество. В настоящее время экстремизм приобретает все более разнообразные формы и угрожающие масштабы. На начало 21 века в мире действовало около 500 террористических организаций и групп различной экстремистской направленности. За последние 10 лет ими совершено более 7000 актов международного терроризма, от которых погибли десятки тысяч человек и огромное количество пострадало. В современную историю почти каждый день вписываются кровавые события террористических актов. Одна из причин возникновения экстремизма – это бездуховность, отсутствие четких представлений об истории и перспективах развития страны, утрата чувства сопричастности и ответственности за судьбу Родины. Социальную базу экстремистских групп составляют люди, не сумевшие адаптироваться к новым условиям жизни. Молодежь, не способная критически подходить к содержанию публикаций в средствах массовой информации, ввиду отсутствия жизненного опыта, оказались наиболее подвержены этому влиянию. Это очень хорошая среда для экстремистских групп. Большинство молодежных экстремистских группировок носят неформальный характер. Ряд их членов имеют смутное представление об идеологической подоплеке экстремистских движений. Громкая фразеология, внешняя атрибутика и другие аксессуары – возможность почувствовать себя членом своеобразного тайного общества, имеющего право безнаказанно творить расправу над неугодными группе лицами. Все это зачастую привлекает молодежь. Идеология терроризма и экстремизма – это подмена принятых в нормальном обществе ценностей, понятий о справедливости и чести. Бояться терроризма нельзя, потому что жизнь под страхом очень тяжела, и именно этого добиваются террористы. Но нужно быть в любой ситуации бдительным и осторожным. Чтобы обезопасить себя от столь ужасного явления, как терроризм, не стоит знакомиться с подозрительными людьми. Не надо приближаться к бесхозным предметам. Следует уделять больше внимания собственной национальной культуре, традициям, религии и памятникам. Помните, уголовная ответственность за экстремизм и терроризм возникает с 16 лет. Степень уголовной ответственности зависит от степени тяжести преступления. Штраф от 100 тысяч рублей до лишения свободы, от 6 месяцев до пожизненного заключения. Участившиеся в последние годы акты насилия, терроризма, нетерпимости обострили межрелигиозные, межнациональные и другие конфликты. Люди все больше приходят к пониманию того, что бескомпромиссность и непримиримость должна уступить место более высоким ценностям, умению находить взаимоприемлемые решения, предотвращать назревающие и преодолевать существующие конфликты. Толерантность – путь к миру. Проявлять толерантность – это значит признавать то, что люди различаются по внешнему виду, положению, интересам, поведению и ценностям и обладают правом жить в мире, сохраняя при этом свою индивидуальность. Быть толерантным означает уважать других, невзирая на различия. Это означает быть внимательным к другим и обращать внимание на то, что нас сближает. Мы верим, что будущее в наших руках. Мы должны уважать, ценить и принимать культуру каждого народа. Мы хотим, чтобы на земле воцарилось добро. Мы сможем сделать счастливым завтрашний день. Полосы делаем. Полосы делаем. Полосы делаем. Пол.